Здравствуйте друзья подписчики и привет всем кто смотрит мое видео. В этом видео речь пойдет о правильном перестановке шин. Зачем это важно? И в конце видео узнаете еще о значительном свойстве шин, о котором знают в шиномонтажном мастерских. Но знать это важно даже всем и мы должны обратить внимание. Признаюсь, я тоже не знал и не обращал внимание на это. Перестановка шин способствует их равномерному износу на передних и задних колесах. При этом снижается интенсивность износа и отсутствует причина увеличения шума шин из-за их неравномерного износа, что в итоге повышает безопасность и экономит деньги автовладельца. Создает комфорт. Перестановка шин в рамках регулярного технического обслуживания является безусловным преимуществом, так как способствует равномерному износу шин всех колес, позволяет заменить их одновременно. Не надо забивать и про запаску. Не запасные шины уменьшенного размера, а полноразмерные запасные шины того же размера и конструкции, как и основные шины, должны быть включены в перестановку. При этом всегда следует проверить и отрегулировать ставление в запасном колесе при его установке. Какой схеме перестановки придерживаться. Следуйте рекомендациям изготовителя автомобиля в схемах и интервалах перестановки колес. Если иное не указано изготовителем автомобиля, переставляйте колеса каждые 10-12 тысячи километров или ранее. Если начинает появляться неравномерный износ протектора, если такое случается, необходима проверка или корректировка развала схождения, а также других возможных механических проблем. Очень важно при перестановке соблюсти верное направление вращения шин. Так же как летние и всесезонные зимние шины должны проходить балансировку для достижения своих максимальных характеристик сроков службы. Не забывайте, что правильное направление вращения шиповых шин особенно важно для сроков их эксплуатации. Вот рекомендуемые схемы перестановок шин. Смотрите и изучайте. При перестановке шин должны обратить внимание на следующие особенности. 1. Машина с передним приводом, с задним приводом или автомобиль полноприводная. 2. Должны обратить внимание на рисунок протектора резины. Классическим протектором считается симметричный ненаправленный рисунок. Кроме хорошего соотношения, такие шины отличаются универсальностью и легко заменяются, поскольку их установка не зависит от направления вращения. Вот схемы протекторов, чтобы легко определить, к какому классу ваша резина относится. Иллюстрация того, как необходимо устанавливать резину, в зависимости от типа рисунка протектора. Ну и в конце видео, если я забыл какие-то важные рекомендации, пишите в комментариях. Ваш любой комментарий, нажатие на кнопку «Нравится», «Поделиться» или «Подписаться на канал» способствует к быстрому продвижению канала. Спасибо всем за внимание.